Девушки отдыхают Есть судьбы, словно маяки, в необозримом океане. Чистый яркий свет виден далеко вокруг. Виден всем. Доктор Гавриил Элизаров. Он живет и работает в Кургане. Но известен врач Элизаров повсюду в нашей стране. Знают Элизарова и во многих странах мира. Показательные операции, доклады на съездах ортопедов, научные статьи. Элизаров, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, профессор. Депутат Верховного Совета Российской Федерации. Иначе говоря, член парламента России. Сегодня он вернулся из командировки. Накопилось много впечатлений. Есть новые мысли о работе. Но все это потом. Уже многие годы он руководит большим коллективом. Под его началом сотни квалифицированных хирургов. Кто-то из них мог бы с успехом заменить его на операции. Предстоит одна из 400 операций, которые профессор делает за год. Это его норма. Никто в стране не делает больше. Всеми родом из детства. Впечатления и события детских лет многое определяют в жизни. Элизаров вспоминает. Я из крестьянской семьи. Жили мы на севере Азербайджана, в горном ауле Кусары. Семья немалая, шестеро детей. Я был старшим сыном. Отец рано умер. Пришлось с ранних лет поддерживать семью. Пас овец. Продавал хворост. Сеял и растил урожай. В школу пошел поздно. Десятилетний. Но учеба давалась легко. Случилось, я отравился. Болел тяжко. Пришел фельдшер, сделал укол. Дал таблеток. Я быстро пошел на поправку. Осталось ощущение чуда. Это и определило дальнейшую судьбу. Я был студентом Крымского медицинского института, когда грянула война. Было приказано эвакуироваться на восток. По дороге вместе с другом решил навестить родных. Первым нам повстречался дед Махмуд. Узнал, откуда идем, подумал и сказал. Не ходи домой, сынок. Все твои здоровы. Но когда ты придешь с другом, они зарежут единственную козу. Таков обычай. Ты им отец. Не отбирай последнее. Махмуд отвел к себе. Накормил, чем мог. Дал дорогу анучи. И сказал. Между людьми есть только один счет. Добро. Я сделал его тебе. И другому, тот третьему. Добро пойдет по кругу. И когда-нибудь возвратится ко мне. Чем больше добра ты сделаешь, сынок. Тем быстрее до меня дойдет очередь. Сорок лет врачует Гавриил Абрамович Елизар. Шестьдесят тысяч вылеченных по его методу больных. Таков круг добра, рожденный его руками. Закончил институт в сорок четвертом. Еще шла война. Я, как и другие выпускники, просился на фронт. Мне сказали, тылу в глубинке не легче. Людей нужно спасать от болезни. Меня послали в Долговку, районный центр Курганской области. Поселили в этой избе. Больница была рядом. Я был единственным врачом на всю округу. Лечил все болезни. Делал самые разные операции. На вызовы ездил, на лошади. Вспоминаю те трудные годы с благодарностью. Многому научился. Прежде всего, самостоятельность. Меня привлекла травматология и ортопедия. Искалеченных войной было много. А чем лечить? Гипсовыми повязками? Пробовал. Они мало помогали. Начал думать, как создать надежный хомут, чтобы зафиксировать искалеченную ногу или руку. Мысль о таком хомуте, вернее, о некоем устройстве или аппарате, родилась вот в таких поездках больным. Но каким быть этому аппарату? В книгах, разработках и сведений не нашел. Стал изучать сапромат, металловедение, биомеханику. Научился салисарить, чертить, конструировать. Обычные деревянные палки заменяли кости. Спицы, что прошивали дерево, должны закрепить отломки. Помог мне кузнец. Отковал дуги, кольца. Так родилась первая еще несовершенная конструкция. Но идею можно проверить. Сделал первые операции. Они прошли успешно. Я понял, что на правильном пути. Вскоре меня перевели в Курганскую областную больницу. Дали отделение на 8, 40, потом 100 кое. В начале 50-х решил доложить о результатах специалистов. Ожидал заинтересованности, поддержки. Меня обвинили в авантюризме, у старщины, слесарном подходе к хирургии. Ему не поверили ведущие ортопеды. Но больные приезжали отовсюду. Им не было дела до научных сборов. Знали, что Елизаров непременно поможет. Валерий Брунник. Это имя занимает одно из почетных мест в летописи мирового спорта. Олимпийский чемпион 1964 года. Рекордсмен мира в прыжках в высоту. Шесть раз бил мировые рекорды. Это последний спортивный рекорд Гумеля. Он был в зените славы, когда произошла беда. Авария на дороге, травма, грозившая ампутацией. Три года лечился в разных клиниках. Более двадцати безуспешных операций. И, наконец, дороги олимпийского чемпиона и хирурга Елизарова пересеклись. Елизаров был убежден, уделил спортсменами инвалидность и унылое прозябание. Нога восстановилась в размерах. Кости накрепко срослись. Вскоре Брумель вновь вышел в сектор. Его полеты не были столь высоки, как прежде. Но он доказал, чего может добиться человек сильный духом, а заодно и каковы реальные возможности Елизаровского метода лечения костных травм. Руководители Кургана, а не столичные ортопеды знаменитости, первыми поддержали Елизарова. Помогли и словом, и делом. Курганскому доктору дали возможность расширить практику. Правительство Российской Федерации постановило организовать самостоятельный научно-исследовательский институт с обширной клинической базой. Теперь это крупнейший ортопедический центр. Одновременно тут могут лечиться полторы тысячи больных. Тяжелых больных. Но уныния, безысходности в клинике нет. Такова общая обстановка. Вера в конечный успех объединяет врачей и больных. Отсюда особая деловитость, нацеленность на выздоровление. Вержины. Это касается и лечения, и научных исследований. Именно это и позволило ему свершить революционный переворот в ортопедии. Открыть не просто метод, а создать новую лечебную систему. Столь же эффективную, сколь и универсальную. Микеланджело ортопедии. Так назвал Элизарова знаменитый путешественник Карло Маури. После того, как доктор вылечил его, казалось, безнадежно искалеченную ногу. Необычные элизаровские операции. Скальпель – вспомогательный инструмент. Им пользуются редко, потому и операции чаще всего бескровны. Главный набор хирурга – электродрель, металлические спицы, кольца, полукольца, стержни, винты, гайки, кусачки, долота. Анестезия делает применение инструментов почти безболезненными. Универсальный аппарат Элизарова – это возможность бесчисленного количества компонентов. Практически к любому случаю можно подобрать свою конструкцию. Вот пример. Отсутствует часть кости. Чтобы восстановить ее, удлиняет один из отломков. За счет чего? Начинает действовать напряжение растяжения, которое вызывается аппаратом. При этом создаются условия для стимуляции кровообращения. В месте растяжения возникают зоны роста клеток. Появляется новая ткань. Она твердеет, становится костью. Итак, кость удлинена. Теперь в зоне стыка концов важна прочная фиксация, жесткость. И здесь начинается восстановительный процесс. Кость словно оживает. Тут вновь прорастают сосуды, образуются новые костные клетки. Концы накрепко срастаются. Природа живого организма оказалась богаче наших представлений. Вместе с костью идут в рост кровеносные сосуды, мышцы, нервы, другие ткани. Природа действительно самая совершенная лаборатория. Великий учитель. Вот она уже сразу поняла, что я от вас. Что вы видите, где вы видите? Вот здесь. Вот здесь это уже стопадов. Вот на этом уровне, вот отсюда уже. Вот этот телефон, знаете, уже стопадов, она удаляется. Это у нее тут маленькая-то перкутишка была вот здесь. И вот мы ее, значит, мы ее немножко наросили, формируем часть стопы. И подошвы у нее, и пятка тут. Вот, а дальше уже будем, вот сейчас, в этот же этап, стопу вот эту еще, не полностью поменял, удалять его. Удалять. В устах другого врача это прозвучало бы, как приговор, ампутация. У Елизарова удалять. Это удлинять. У этой девочки будет полноценная нога. Костыли ей не потребуются. И этого юношу, который болен с рождения, врачи твердо обещают избавить от недуга. Первые этапы лечения позади. Образованы берцовые кости. Теперь начнут реконструировать голени и стопы. Институт не прекращает исследований. Только точные теоретические знания, проверенные закономерности, доказанные истиной, база успешного лечения. Исследователи используют самые совершенные методы, новейшую аппаратуру. Распределение минералов, видных на дисплее, дает представление о структуре вновь выращенной кости. Исходя из индивидуальных особенностей человека, процесс образования костного регенерата можно ускорить. Меньшим будет и общий курс лечения. Выявление закономерностей при росте тканей дало возможность научно подтвердить важнейший фактор в системе Елизаров. Без движения рост кости замедляется. Ростковые зоны могут и вовсе атрофироваться. Непременно нужны нагрузки. Удивительная клиника. Больные начинают ходить на вторые сутки после операции. Лежание, бездействие персонал не допустит. Вставай и иди. Есть сюжет в Евангелии об исцелении Иисусом больного. У Елизарова таким чудесам не удивляются. Заставляют непросто ходить. Напряжение во влаге организму. Мышцы начинают работать как положено. Кровоснабжение улучшается. А это первые условия для роста костей. Лечили в институте комбайнера. Заметили, сильно нервничает. Оказалось, просят отпустить домой. Хоть на неделю. Приехал через две. Радостный, загорелый. Протягивает газету. О нем пишут. Пятое место занял на уборке урожая. А может, многих больных и незачем отрывать от дома. От привычной обстановки. Лечить амбулаторно. Многие посчитали эту догадку профессора абсурдной. Вот что думает кандидат медицинских наук Вадим Дмитриевич Макушин. Но ведь жизнь показала. И вот наши исследования клинические уже многолетние показали, что это не абсурд. Это реальность. И мы пациентов с успехом лечим. И экономически это не сложно. И это удобно. Но пациент находится среди своих родных. Он имеет возможность осуществлять продукты. Быть среди общества. То есть социально он подбирает новое качество. Представьте себя в больничном обстановке. Тебе было приковано на многие месяцы. А может быть угодно к постели. Как вы себя чувствуете? Да еще с громоздкой какой-нибудь кипсовой повязкой. И вот в этом я вижу большую социальную сущность предложенного Галиловича метода. Социальная направленность метода. Вы знаете даже новое качество, о котором мы сейчас говорим. Социальность метода. Социальность лечебного метода. Непривычное определение вобрало в себя и эффективное врачевание, и веру в то, что пациенты непременно найдут после выздоровления место в жизни. Будут полезными обществу. Я крестьянский сын, характером прямой. Дипломатий не обучен, да и не люблю всякие хитрости. Когда убежден, что прав, встаю на своем. Рано или поздно появляются единомышленники. Только нужно верить в победу, справедливость. Люди в большинстве своем загипнотизированы привычными, устоявшимися истинами. Им трудно бывает принять новое. Даже доброжелатели советовали мне. Стремительность сроков извлечения не вмещается в сознание. Завышайте свои сроки. Тогда быстрее поверь. Я-то не устал прочитать содержание, но мы должны сходить из-за того, что было до сих пор, ну, мешало в ускорении, рассмотрении и внедрении. Он сделать это никогда не смог, что-то серьезное. А идея-то, важно, на первом плане, это идея всегда. И идея пропадет и это. Он не шел на компромисс. Не отступил. Его стойкость, убежденность, выдержка привлекали. Пришли ищущие творческие натуры. Врач, по его мнению, самый ответственный человек на ли. Ему подвластны жизни. Это лучшее место. Это в плоскости, а тут... Он в силах помочь детям, которых обделила природа. Которых измучила болезнь. И добиться полного воздания. Понимаете? Понимаете. Какие игры? Елизарев преображается среди детей. Указывает свои игры. Так, а вы что думаете? Так, а медвежонок не помогает? Они мешают? Тоже так? Так, так. Что-то вы молчите. Что за бумага такая? Что? А? Бумага. Ну, как бумага. Так, так. Так, кто автор этих присутствует? А там автор написано. Написано? А где написано? Нет, на других. А, на других? Скажи, вам, умеете фокусы показывать? А откуда ты взял это? А откуда ты взял это? Надо создать аппарат, становится механиком, конструктором. Надо понять суть биологических процессов, и упорнее ученого, вряд ли найдешь. Елизаров заразительный деятель. По пути отца пошла и дочь, Светлана. Унаследовала серьезность, основательность подхода к медицине. Элизаров стал воспитателем уже не одного поколения врачей-ортопедов нового направления. Сначала это были единицы, те, кто поверили в целительную силу его необычного метра. Сегодня их тысячи. И работают не только здесь, в Кургане, а во многих городах страны. Только делая общее дело, становятся союзниками, соратниками, единомышленниками. Совместными усилиями Елизарова и его учеников создано 600 лечебных методик. Получено почти 100 патентов и авторских свидетельств на изобретение. Он не любит громких деклараций. Все проверяется делом. Главное создать творческую обстановку. Тогда и специалисты будут быстрее расти. Профессор не спешит, когда решается судьба работы молодого ученого. Раздумья о будущем. О развитии всей лечебной системы, созданной в Кургане. Мысли о новых оригинальных операциях хирургии 21 века. Не остановиться на полпути. Докопаться до причин еще не познанного. Аппарат Елизарова можно применять не только для лечения конечностей. Оказалось, ему подвластны все кости организма. Изучение биологии процесса позволило профессору открыть новый закон. Один о кровообращении нагрузок. Другой о напряжении и растяжении. Как в величайших факторах роста ткани. Мы разрабатываем весьма перспективное научное направление, которое имеет важное значение для больных. Я имею в виду патологию позвоночника и спинного мозга. Разработки ведутся оригинальные, не имеющие аналогов мировой практики. Кандидат наук Мархашов пришел в клинику 15 лет назад с предложением использовать Елизаровскую методику для лечения позвоночника. Как показали эксперименты на животных, можно исправлять форму позвоночника, удлинять, сращивать позвонки. Доказана возможность регенерации спинного мозга. Сообщения об этих работах произвели сенсацию среди специалистов. Но это ближайшее будущее клиники и института. А это сегодня. Избавляясь от физических недугов, эти люди будто рождаются заново. Они обретают уверенность в будущем. Даже самые тяжелые думают о завтрашнем дне с надеждой. Мне удлинили ногу на 15 сантиметров. Это настоящая шута. Я не верила раньше. Я тоже из стали не очень далеко от его города. А у меня было крючение большое на правой ноге. 20-31 сантиметра. И пока выкинули 18. А еще будут на следующий штаб. Что мне сделали? Сделали мне удлинение, утовщение и стопы. И на сколько утынили? 30 с половиной. А утовщения будет на 12 сантиметров. За этими фотографиями судьбы людей. Вот выдержки из писем, обращенных Елизарову. Я абсолютно здоровый человек. Но читая о вас, в вашем методе, хочу поклониться до земли за ваш труд, мужество, за то, что делаете для людей. Демина, библиотекарь, Ставрополь. Прооперированная нога выдержала все испытания, даже сильные штормы в Тихом океане. Бывший больной, капитан Сытин, сахалинское пароходство. Новости о моей дочери поистине изумительны. Ее нога выросла. Это настоящее чудо. Дмитрий Маркевич, композитор, Франция. Сколько бы не исполнилось лет, никогда не забуду врачей, которые сделали мне красивые ноги. Света Калявина. Родной наш человек, сегодня в ваше отсутствие забираем из клиники единственную дочь. Глазам своим не верим. Вы волшебник. Если бы можно своей жизнью продлить вашу супруге Кисееву Ростов-на-Дорогу. О, сейчас хорошо она. Так поправил. О, что вы сразу и правильно лучше сохраните. Молодец. Молодец. Молодец.